Какой краской красить меловую доску? Моя рабочая краска для меловых досок – это Текс. За 10 лет работал со всякими экзотическими польскими Снежками, английскими Литл Гринами, американскими Бенджамин Мурами. Одни капризные, другие слишком дорогие, третьи еще с какими-то закидонами. На моем опыте продукты Тикурилы оказались универсальными. Для интерьерных решений в заведениях общепита это Джокер и Текс. Джокер подороже, а Текс – самое то для росписи стен и меловых досок. Главное преимущество – это стойкость к истиранию. Для меловой доски это самое важное – не цвет, не текстура, а стойкость. У Текса очень высокая стойкость к истиранию. На банке есть пометка, что это второй класс стойкости, но эти циферки ни о чем. Вот какой пример я приведу вам в качестве иллюстрации стойкости этой краски. Краской Текс для влажных помещений мы вместе с волонтерами разрисовали комнаты в зоогостинице в ветеринарной клинике в 2018 году в Подольске. Вы понимаете, что в зоогостинице между тем, что одна собачка покидает комнату, заселяется следующая собачка, и пол, и стены, и потолок – все моется активными моющими веществами, жесткими щетками с сильным напором воды. Через три года интенсивного использования помещений попросили нарисовать что-то новое, и мы их перерисовали вот на такие картинки. Мало сказать, что краска спустя три года была такая же яркая после многочисленных щеток, так чтобы ее закрасить, понадобилось три слоя краски. Есть и другие удачные примеры, в том числе росписи стекла этой краской, поэтому для меловых досок, которые постоянно стираются тряпками, губками, такая краска из всего, что я перепробовал, подходит лучше всего. Далее цвет. У черного цвета по ралу код 9005. Есть еще так называемый сигнальный черный цвет – рал 9004. Это очень близкие цвета, и непрофессионал вряд ли их отличить. Так что, если нет возможности колеровки в 9005, колируйте спокойно в 9004, и если доски будут в разных партиях, никто не скажет, что у них разный оттенок. Черный цвет меловых досок – это стереотип, если делаете меловые доски, то делайте еще темно-красные, темно-синие, темно-зеленые меловые доски, фиолетовые. Это в интерьере выглядит лучше, чем черные пятна. Если ваш заказчик не совсем зашоренный в этом плане, или не совсем подверженный стереотипам, а предприниматель, готовый к экспериментам, то наверняка выберет ненадоевшую всем уже черную классику, а именно интересное новое цветное решение. Черные краски я сам не колерую, потому что услуга колеровки в магазинах бесплатная. Это во-первых. А во-вторых, когда заказчик через год обращается к тебе снова, то если ты колеруешь цвет в магазине по ралу, то можешь быть уверен, что и в этот раз доски будут такого же цвета. И когда заказчик подвесит их рядом со старыми, они не будут других оттенков. Но на всякий случай скажу, что у краски есть база или базовый состав. Чаще всего в магазинах краски с базой А и базой С. Краски с базой А – это краски с хорошо известной художником двуокисью титана. Это цвет титановый белый. Из краски с базой А колеруются пастельные оттенки, светлые белесые цвета. Если нужен яркий оранжевый или яркий красный, желтый, синий, то мы берем краску с базой С. Она прозрачная и в ней нет белил. Именно краска с базой С колеруется в яркие цвета. Или в темные цвета, если мы говорим о покрытии для меловых досок. Что еще важно для покраски меловой доски, чтобы краска была матовой. Вот тут, видите, она по шкале блеска глубоко матовая. Так и должно быть. Почему это важно? Первое – на глянцевой поверхности плохо пишет мел. Ему просто не за что цепляться. Второе – глянцевые блестящие поверхности отчаянно бликуют. Они отражают свет от окон, от ламп, от металлических поверхностей. Для интерьера глянцевые панели. Это интересно, но если вы хотите, чтобы люди читали то, что на них написано, то отражение и светлые блики полностью перекрывают надписи. Их просто не видно. Вот такие советы по выбору краски для меловой доски. Если есть вопросы, задавайте. Если знаю ответ, то расскажу.